В Хангаласском Улусе в местности Артодайду состоялся зимний полумарафон на призы первого президента Якутии Михаила Николаева. 21 километр пробежали участники в 30-ти градусный мороз. С подробностями наш корреспондент. Пробежать 33-х градусный мороз, да еще при ветре, 21 километр – дело непростое. Тут и подготовка должна быть соответствующей, и пекировка. А ведь нашим предкам приходилось работать в 50-ти градусные морозы днями напролет. Это способствовало закаливанию и, как известно, долгожительству. Идея этого полумарафона именно такова – не отходить от традиционного уклада жизни, сохранить навыки выживания в экстремальных условиях в нашей сбалованной цивилизации век. Это залог благополучной, активной, долголетней жизни. И мы договорились, что этот марафон сделать всероссийским, последующим, международным и ежегодным. Развитие спорта получило большой толчок в то время, когда республикой руководил Михаил Николаев. Многие именитые спортсмены начали свою карьеру. Благодаря международным играм в виде Азии спорт стал массовым. Количество участников у нас 40 человек из 12 команд. Одно участие в экстремальном пробеге – это своеобразный подвиг, и тем радостнее победа. Соперники достойные. Все призеры, манчары. Здесь собрались. Бежалось легко, нормально, относительно. Соперница была сотникой Наташи впереди у меня. Осталось всего лишь 8 километров, и я обогнала ее. Поэтому мне понравилось, как сильно не устала. К Михаилу Ефимовичу принадлежат слова о том, что для того, чтобы быть успешным, нужно быть здоровым. Свой восьмой десяток национальный лидер встретил в отличной форме, подавая личный пример здорового образа жизни. Сарглана Елена, Федор Тарасов, НБК Сахах, Ангалас Киулус.